Всехсвятское, бывшее село Московской губернии и уезда, административный центр Всехсвятской волости, с 1917 года в черте города Москвы. В настоящее время территорию села занимают московские районы аэропорта и Сокол. Культурный слой села Всехсвятского относится к ценным объектам культурного наследия регионального значения. Село известно с 14-15 веков. Название села от храма Всехсвятых в XVIII веке здесь существовала грузинская типография. До открытия Петровского парка Всехсвятская была одним из любимых мест гуляния москвичей. В 1915 году близ Всехсвятского открыто братское кладбище. Название Всехсвятское село получило от церкви во имя Всехсвятых, построенной в 1683 году. Предыдущее название села – Святые Отцы. О происхождении этого названия нет единого мнения. По одной из версий, ранее на месте села находился монастырь с храмом, освященным в честь Семьевселенского собора святых отцов. Согласно другой версии, в том монастыре жили старцы-отшельники, что и объясняет название села. Разговорное название села – Лужа Отцовская, объясняется тем, что здесь протекали речки Ходынка и Таракановка, периодически подтоплявшая местность. В некоторых источниках встречается название – Трисвятская, физико-географическая характеристика. Село Всехсвятское находилось в пяти верстах от верстской заставы. Оно располагалось по обе стороны от Петербургского шоссе. Границами села служили – Ходынское поле, Москва-река, Покровская-Стришнево, Коптиво, Петровско-Разумовская и Петровская-Зыково. Располагалось Всехсвятское на небольшом возвышении у границы бассейнов двух рек – Москвы и Яузы. Высота над уровнем моря – около 158 метров. Почве села Всехсвятского преобладает песок. В связи с этим многие улицы и переулки села получили название «Песочные». С запада и с юго-востока от села находились два лесных массива – Большая Всехсвятская роща и Малая Всехсвятская роща. Через село протекали реки Таракановка и Ходынка. Во Всехсвятском имелось большое количество колодцев с чистой питьевой водой. Население – динамика населения села Всехсвятского, религии и национальный состав. По данным переписи 1868 года, в селе Всехсвятском был 431 наличный житель и 406 приписных. По данным всеобщей переписи населения 1897 года, из 1394 жителей Всехсвятского 1346 были православного вероисповедания. Большинство жителей села являлись прихожанами храма всех святых. В XVIII веке в селе Всехсвятском существовало грузинское поселение. Здесь проживали представители грузинских царских родов со своей свитой. В XIX и начале XX века во Всехсвятском проживали евреи. Некоторое время у них даже была своя синагога, располагавшаяся на барской стороне Всехсвятского. История – первые упоминания в летописи. Первоначально село Всехсвятское носило имя святые отцы о том, когда село было основано, нет единого мнения. Главным источником информации об истории села Всехсвятского считается книга Евтокмакова, изданная в конце XIX века к 500-летию села. В этой книге автор пишет, что годом основания села можно считать 1398 год. Якобы к этому году относится упоминание древнего монастыря во имя святых отец, который дал название образовавшемуся около него поселку. Село святые отцы на речке Хадынки. С Токмаковым согласны и некоторые современные историки, которые в своих работах указывают 1398 год как год основания села. Однако, в книге о селе Всехсвятском Токмаков не дал ссылку на первоисточник, а монастырь, давшим название селу, известно очень немного. До конца неясно, когда и по какой причине его упразднили. Каких-либо документальных или археологических подтверждений существования монастыря не сохранилось. Ряд современных источников считает, что село святые отцы было впервые упомянуто в 1498 году в духовной грамоте князя Ивана Юрьевича Патрюкеева. Согласно третьей версии, выдвинутой Н. Баландинским, первое упоминание можно отнести к 1389 году, когда Дмитрий Донской во второй духовной грамоте завещал Хадынскую мельницу княгине своей. Предположительно, эта мельница относилась к селу святые отцы, село в 15 и первой половине 17 века. В 1498 году князь Иван Юрьевич Патрюкеев завещал село святые отцы вместе с другими угодьями своему сыну Ивану. В 1499 году род Патрюкеевых оказывается в опале и село перешло в казну. В 1587 году царь Федор пожаловал село протопопу Кремлевского Архангельского собора. С 1599 по 1615 год село святые отцы было отдано на пропитание епископу Арсению Еласунскому, приехавшему в Москву из Греции. Еще одно упоминание в летописи относится к 1599 году, когда Борис Годунов посылал ясельничего и домного дворянина Михаила Татищева в село святые отцы для встречи шведского принца Густава. Царь предполагал выдать за него царевну Ксению. В 1608 году во время войны с Лжедмитрием двумя в селе стояли лагерем войска царского воеводы Скопина-Шуйского. В районе современного песчаного переулка князем Скопином-Шуйским был основан княжий двор. После внезапного нападения Лжедмитрия Второго правительственная армия отступила и самозванец ненадолго занял село. По преданию, перед бегством он зарыл на княжьем двору свои сокровища. События смутного времени привели к тому, что село подверглось почти полному разорению. Песцовая книга 1624 года описывала эту местность как пустошь, что было село святые отцы на речке Нахадынки. Пустошь святые отцы продолжала находиться во владениях Архангельского собора. По решению Земского собора 1648-1649 годов о передаче церковных земель государству пустошь поступила в дворцовое ведомство. Всехсвятское во второй половине 17-1-3-19 века. После 1678 года эти земли получил Иван Михайлович Милославский, один из главных инициаторов первого стрелецкого бунта. Село стало вновь заселяться. По инициативе Милославского в 1683 году была построена небольшая каменная церковь во имя всех святых, после чего село стало официально именоваться Всехсвятским. В 1685 году Иван Михайлович умер и село досталось по наследству его единственной дочери Феодосии Ивановне Милославской. По описанию 1686 года в селе стоял двор Боярской, а в нем живет приказчик, да двор конюшеный и скотный со всяким дворовым строением. До к селу же Всесвятскому на речке на Ходенке построена вновь мельница, мелит в четыре колеса. Всего в селе и на мельнице дворовых и кабальных и задворных людей поваров 44 человека. В 1688 году Феодосия Ивановна вышла замуж за имя ретинского царевича Александра Арчиловича, который вместе с отцом Арчилом-2 и братьями переехал из Грузии в Россию. В 1681 году в Москве он подружился с молодым Петром I. После смерти Феодосии Ивановна в 1695 году село Всесвятское по именному указу Петра I перешло к царевичу Александру Арчиловичу. С этого момента Всесвятское стало одним из двух центров грузинской колонии в Москве. Треди поселившихся во Всесвятском грузин были просветитель Сулхан Сабы Абеляни и поэт Мамука Бораташвили Руск. В 1700 году во время Северной войны на битве при Нарве Александр Арчилович попал в плен управление селом перешло к его отцу Арчилу-2. При нем во Всесвятском была основана первая грузинская типография, где печатались церковные и богослужебные книги на грузинском языке. После смерти Арчила-2 в 1713 году Всесвятское унаследовала его дочь Дарья Арчиловна. 1-3-18 века во Всесвятском неоднократно останавливались императоры перед въездом в Москву. В январе 1722 года во Всесвятском гостил Петр I, а затем из села в Кремль началось маскарадное шествие, посвященное нештатскому миру, победе в Северной войне. В 1720-х годах во Всесвятское при содействии Петра I переехал освободившийся из персидского плена грузинский царь Вахтанг VI с сыновьями Бакаром и Георгием. В селе Всесвятском происходили важные политические события. В 1728 году в доме Дарьи Арчиловны умерла заболевшая корей дочь царевича Алексея Великая княжна Наталья Алексеевна. Эта смерть послужила поводом для слухов о тайном заговоре. В момент смерти Великой княжны рядом с ней была единственная свидетельница Анна Крамер, которую впоследствии щедро наградили. В феврале 1730 года перед въездом в Москву во дворце Всесвятского на несколько дней останавливалась императрица Анна Иоанновна. Там она готовилась к торжественному въезду в Москву и встречалась с представителями Верховного тайного совета. В 1733-1736 годах по инициативе княгини Дарьи Арчиловны на месте старой церкви возвели новый храм всех святых, который дошел до наших дней. Один из пределов храма Анны Пророчицы назвали в честь теза именинства Анны Иоанновны. Дарья Арчиловна умерла, не оставив наследников. В 1748 году село было пожаловано ее ближайшим родственникам, сыновьям Вахтангови Ай, царевичам Бакару и Георгию Вахтанговичем. Всех святское поделили между ними. Бакару Вахтанговичу досталось 84 дворовых и 104 крестьянина, Георгию Вахтанговичу 85 дворовых и 187 крестьян. Спустя два года Бакар умер и его половина села досталась его вдове Анне Егоровне с сыновья Амелионом и Александром. Другая же половина всех святского после смерти Георгия Вахтанговича в 1786 году согласно его завещанию перешла к Екатерине II. Село официально разделилось на два владения – Малое Всехсвятское и Большое Всехсвятское. Александр Бакарович умер в 1791 году и его владение унаследовал сын Георгий Александрович Грузинский. Он обновил Зимний дворец села Всехсвятского, выстроил новый летний и разбил роскошный сад. Во время нашествия Наполеона в 1812 году Всехсвятское сильно пострадало, все постройки сожгли, пруды спустили, церковь разорили мародеры. Но вскоре после Отечественной войны село восстановили с новой роскошью. Саду Всехсвятского установили статуи, изображавшие российских воинов в различных формах амуниции. Всехсвятское во II-III-19-е начале XX века после прокладки в 1830-х годах Петербургского шоссе Всехсвятское превратилось в шумный московский пригород. Князь Георгий Александрович уехал из села в свое Нижегородское имение Лыскова, где и умер в 1852 году. Его имения достались по наследству его дочери, графиняга Толсты, известной своей благотворительностью и покровительством Энве Гоголю. Она вскоре продала свою часть Всехсвятского в частные руки. Другая же часть села перешла от князей грузинских в казну. После крепостной реформы 1861 года Всехсвятское стало волосным центром. Земли и села распродавались и приспосабливались по даче. На этих дачах предпочитали селиться семьей офицеров, служивших в летних военных лагерях на Хадынском поле. Одна из дач принадлежала Сиреневоду Эл. Аколесникову. Там он занимался селекцией сиреней. В конце XIX века население Всехсвятского увеличивалось быстрыми темпами. В конце XIX века во Всехсвятском открылись несколько фабрик и заводов. Рядом с платформой Подмосковной и Виндавской железной дороги появились ремонтные мастерские и рабочий поселок. Многие рабочие мигранты снимали квартиры у местных жителей или жили прямо на фабриках. На рубеже XIX веков во Всехсвятском открыли несколько инвалидных домов, известных далеко за пределами Москвы. Алискандровское, Алексеевское и Сергиево-Елизаветинское убежище. С началом Первой мировой войны во Всехсвятском появилось Московское городское братское кладбище, где хоронили погибших воинов. Всехсвятское в годы советской власти в 1917 году село Всехсвятское вошло в состав Москвы. Оно стало частью Бутырска Всехсвятского района. В 1920-х годах на окраине села в Большой Всехсвятской роще возник первый в Москве кооперативный жилой поселок Сокол, который сохранился до наших дней. В честь этого поселка впоследствии получили название станция метро и весь окружающий район. В литературе 1992-х годов встречается утверждение, что, поскольку историческое название села было неприемлемо для советской власти с идеологической точки зрения, в 1928 году Всехсвятское переименовали в поселок Усиевича в честь революционера Г. Усиевича. Тем не менее, в документах и на картах Москвы вплоть до конца 1940-х годов эта местность обозначается как Всехсвятская. Имя Усиевича получили лишь первая, вторая и третья Всехсвятские улицы. В начале 1940-х этот район все еще выглядел как сельская местность. Здесь располагались в основном один-двухэтажные дома, но с 1948 года в районе началось активное жилищное строительство. Вдоль Новопесчаной улицы возведены кварталы многоэтажных сталинских домов. Немного позже застроили кварталы села Всехсвятского, расположенные к востоку от Ленинградского шоссе. Кладбище села Всехсвятского ликвидировали реки Таракановка и Ходынка, убрали в коллекторы. Дворцы на рубеже 17-18 веков при Александре Арчеловиче в селе Всехсвятском был построен деревянный зимний дворец. Этот дворец до возведения в конце XVIII века Петровского путевого дворца служил местом остановки для царских особ перед въездом в Москву. Во дворце села Всехсвятского останавливались Петр I, Анна Иоанновна и Екатерина II. В конце XVIII – начале XIX века при князе Георгии Александровиче зимний дворец был поновлен и выстроен новый летний. Рядом с дворцом разбили роскошный сад с редкими растениями, а за ним – английский парк. В саду находилась большая оранжерея. Сад летнего дворца спускался к пруду на речке Таракановки. В центре пруда устроили искусственный остров. По праздникам в беседке на острове пели цыгане, а гости в роскошных гондолах катались по пруду. Зимние и летние дворцы снесли к середине XIX века, а на их месте появились дачи. В начале XIX века разрабатывался план строительства в саду села Всехсвятского, принадлежавшего экспедиции кремлевского строения императорских дворцов. Этот проект приписывается архитектору И.В. Яготову. На нем схематически обозначены дворцы и канал, в который предполагалось превратить речку Таракановку. Но этот план фактически остался нереализованным. По мнению археологов, проводивших в 1950-х годах раскопки, один из дворцов находился в районе современного песчаного переулка. Здесь было найдено множество изразцов и осколки фаянсового сервиза с гербом князей грузинских. Храмы. Храм Всехсвятых во Всехсвятском. Храм Всехсвятых во Всехсвятском является самой древней постройкой села, дошедшей до наших дней. Ныне существующее здание было построено в 1733-1736 годах на месте Старой Церкви Всехсвятых, основанной в 1683 году. Инициатором строительства выступила эмиритинская царевна Дарья Арчиловна, которая в тот момент принадлежала село Всехсвятское. Службы в храме одно время велись на грузинском языке. В 1798 году храм Всехсвятых поновлен, в нем устроен иконостас на левом клиросе, царское место. В 1812 году храм подвергся разорению наполеоновским войскам. Французские солдаты устроили в нем стоило для лошадей, но уже на следующий год храм восстановили и вновь осветили. В связи с быстрым увеличением населения села Всехсвятского во второй половине XIX – начале XX века церковь дважды расширялась и перестраивалась. В 1923 году храм захватили обновленцы, но до конца 1930-х годов в нем еще проходили службы. В 1939 году храм закрыли, а его пятиярусный иконостас публично сожгли во дворе. Внутри здания разместился склад. В 1945 году местные жители добились разрешения открыть храм и уже к Пасхе 1946 года его вновь осветили. Храм Александра Невского. При Александровском убежище храм во имя святого благоверного князя Александра Невского находился на территории Александровского убежища. Его заложили в 1881 году при участии великого князя Николая Николаевича Старшего и осветили в 1883 году. Храм построили в память об императоре Александре II погибшем в 1881 году в результате покушения. Средства на строительство и отделку храма предоставили частные лица и несколько торгово-промышленных заведений Москвы. Авторами проекта были архитекторы А.П. Попов и А.Н. Козлов. Вскоре после строительства из-за роста числа прихожан появилась необходимость расширить храм. В 1892 году архитектор В.П. Загорский разработал проект перестройки храма, предусматривавший увеличение площади трапезной алтаря и возведения колокольни. В апреле 1923 года власти закрыли храм, всю церковную утварь изъяли. В помещении храма расположился клуб опытно-показательной колонии им. Карла Маркса. В 1928 году здание церкви частично разобрали. До 1963 года оно еще стояло во дворе протезного завода, а затем его окончательно снесли. Храм Спаса Преображения на Братском кладбище Храм Спаса Преображения заложили в 1915 году на Братском кладбище. Средства на его строительство пожертвовали супруги Катковы, потерявшие в Первой мировой войне двух сыновей. Согласно их задумке, храм должен был иметь пределы во имя архангела Михаила и апостола Андрея Первозванного по-то заименистству сыновей. Проект храма подготовил архитектор Ава Ищусев, задумавший его в средневековом русском стиле. Предел во имя архангела Михаила осветили 8 августа 1916 года, а предел во имя Андрея Первозванного 15 января 1917 года. Основной храм осветили в декабре 1918 года. В 1924 году возникло предложение закрыть храм и передать его техникуму инвалидов. В 1938 году в здании церкви разместилась мастерская скульпторов, лепивших конную статую М.В. Фрунзе. Здание окончательно снесли в конце 1940-х годов с началом застройки района Песчаных улиц. Кладбище, Всехсвятское кладбище, кладбище при церкви всех святых известно с XVIII века. Здесь были похоронены многие представители грузинских княжеских родов. По некоторым данным, на Всехсвятском кладбище похоронен грузинский писатель Сулхан Сабы Абеляни. В конце XIX века на этом кладбище хоронили зажиточных крестьян. При этом древние могильные плиты зачастую уничтожали и переставлялись место на место или использовали в качестве строительного материала. Площадь территории кладбища составляла 0,089 гектара. Кладбище существовало до 1982 года, после чего было уничтожено по распоряжению о ликвидации кладбищ в черте Москвы. Тем не менее, до наших дней сохранились некоторые надгробные плиты. Среди них пирамидальное надгробие на могиле князя И. А. Багратиона, отца полководца П.И. Багратиона. Арбатецкое кладбище Арбатецкое кладбище существовало еще в XIX веке и располагалось на западной окраине села. Тогда оно называлось Солдатским кладбищем, долгое время на нем не существовало даже часовни, в основном там хоронили бедных крестьян. В 1911 году рядом с кладбищем построили одноэтажную кирпичную часовню. Площадь территории кладбища составляла 1,27 гектара. Кладбище функционировало и в советское время вплоть до 1960-х годов. Затем кладбище ликвидировали останки людей, востребованные родственниками, перезахоронили. Сейчас на месте кладбища разбит небольшой сквер учетной стороны улицы Алабяна. Здание часовни сохранилось до наших дней, хотя и подверглось значительной перестройке. На территории бывшего кладбища сохранилось одно дореволюционное надгробие с надписью «Незабвенной матери от любящей дочери». Братское кладбище вскоре после вступления России в Первую мировую войну Великая княгиня Елизавета Федоровна выступила с инициативой о создании Братского кладбища. В Москве оно предназначалось для жертв войны, умерших в московских госпиталях. Под это кладбище «О.Н. Голубицкой» был выкуплен земельный участок в селе Всехсвятском. Открытие кладбища состоялось 15 февраля 1915 года. На нем похоронили около 18 тысяч солдат, офицеров, врачей, сестер милосердия и летчиков, погибших на войне. В 1918 году на Братском кладбище осветили храм во имя Преображения Господня, построенный по проекту архитектора Эва Щусева. В середине 1920-х годов Братское кладбище закрыли для захоронений. В 1930-х годах на месте кладбища разбили парк, все надгробие, за исключением одного снесли. Кладбище окончательно ликвидировали в конце 1940-х годов в связи с застройкой района Песчаных улиц. В конце XX века в парке установили множество мемориальных знаков и открыли часовню в память о погибших.